Мы приехали с Украины, Мариуполь, с Украины, да. 24 января, получается, нас оградом обсыпали со стороны Таганрога, это получается, с российской стороны, мы не знаем, что там, где и так было, но нас обсыпал оградом. Получается, очень у нас восточный, где мы жили, у нас 4-комодная квартира, мы ее только выплатили в декабре, и мы, получается, только выплатили квартиру, мы ничего не думали, как бы у нас 6 детей. Так, попали в вашу квартиру, это снаряды? Снаряд у нас торчал перед нашими окнами, мы жили на 10-этажном доме на первом этаже, снаряд застрял в земле, 74-го года снаряд старый был, просто не разорвался. Если бы он разорвался, у нас бы не было. Потом мы поехали, мы поехали под Киев, так как нам сказали друзья, что там можно где-то найти работу и жить. Под Киевом нас обзывали, что мы в Москве, и нас никто не принимал на работу, так как паспорт, если Донецкий, Донецкая область была, все, никто не берет на работу. У нас, да, у нас получается, как-то разорвалось. Одни свои, другие враги, как? Не знаю, нет, они нам не враги, они наши братья, почему это? Мы никогда не считали, что они, хоть у меня и нет на Западной Украине родственников, но я не считаю, что они наши враги. Мы так же говорим на украинскую мову, мы так же разговариваем, как и российскую. Мы можем переходить спокойно. Ну, из-за того, что Донецкая область в паспортах была у нас, нас не принимали на работу. И нам пришлось искать убежище. И мы решили через Беларусь ехать сюда, на Литву. И мы, получается, ехали с Киева, взяли билеты на Минск, и с Минска ехали, чтобы добраться. Это мы переписывались еще с Красным Крестом, с девочкой. Мы спросили, может ли Литва принять. Литва ответила, что может, и мы переехали. Как бы пересекли границу, приехали сюда. Конечно, тяжело вспоминать это, что ты теряешь все. У тебя была машина, квартира, ты все потерял. И ты живешь, как бомж тут. По политическим это или? Да, можно сказать, по политическим. Нам угрожала жизнь, здоровье. Откуда вы? От Чеченской республики. А тоже в Чеченске? Так вы тоже оппозиция к этому Кадырову? Да я бы не сказал, что оппозиция. Простой житель. Простой житель. Почему вы не угодили этому режиму? Ну там, понимаете, там, как говорится, как на рулетке. Там не узнаешь, когда что может, проблема у тебя появиться на ровном месте. Просто ради детей, ради семей. Я скажу, за это там. А так вам угрожали? Ну да, два раза бухгалтера забирали. И так ни за что. Каких-то людей спрашивали, какие-то там даты спрашивали. Не знаю, короче. Вот такие вот дела. Я сам толком даже не понял, о чем речь шла. Так значит, у вас в республике нет такого покоя простым даже людям? Понимаете, относительно, там покоя, относительно, там у людей может быть любое время начать с проблемы. Достаточно того, что вы не туда позвонили, допустим, или, ну, допустим, человеку позвонили, а у этого человека проблемы. И все, кто связан с этим человеком, все окружение, короче, ну, он страдает от этого. Только прослушивает эти... Не прослушивает, просто, ну, смотрит, кто звонил, вызывает, допрашивает, опрашивает, там, какие-то вопросы задают, не знаю, подозревают. Ну, короче, там, понимаете, я не знаю, как объяснить это толком. Там такая ситуация, что приходится тебе объяснять, что ты невиновен, понимаете, как такое презумптие невиновности, как в фильмах, можно сказать, такого там не существует. В Российской Федерации. И почему вы оттуда сбежали? Я убежал оттуда и попросил политическое убежище в Литве из-за того, что меня преследует режим Кадырова, который творят беззаконие, которые нарушают все права человека, без ордера на арест ламываются домой и забирают людей, в том числе и меня. Я прошел пытки за то, что я не согласен с режимом Кадырова и вообще не согласен с режимом Путина, потому что я за независимость Чеченской Республики. Да, так мы знаем эту историю про Джохара Дудаева, там такой был, борец за свободу Чечни. И как это случилось, что режим Кадырова после этой долгой войны между Россией и Чечней пришел во власть? Ну, не хватило сил сопротивления у независимой республики Чеченской. И вследствие этого, вследствие того, появилась третья сила, которую финансово путинский режим подпитал, и они уже на сцене войны появилась третья сила, которая в данный момент чуть одержала верх над бойцами сопротивления Чеченской Республики Ичкерия. А так вот, как ты смотришь российское телевидение, так получаешь такую информацию, что вся Чечня этого Кадырова очень поддерживает. Так ли это на самом деле? Ну, тот факт, что очень много беженцев, которые убежали от Кадырова, очень много их находится в Европе. Тот факт говорит, что это не так, просто ведется пропаганда, это называется информационная война, показывается только то, что угодно Путину, угодно Кадырову, а настоящая правда, она замалчивается. Потом, когда началась война, начали следить за этим всем, то есть, как развивались события все. Ребенок часто начал приходить со школы, рассказывать, что в школе рассказывают, что вот и к нам идет война, и у нас начнется. А вы где жили? Мы в Украине, Днепропетровская область, то есть, мы с Днепропетровской области. А где эта вся война ишла? Это 350 километров, а зон от АТО находится. Где это? Совсем рядом. От Донецкой области 350 километров, именно от зоны АТО. И вот, когда уже начали ученики деток наших эвакуироваться, а ребенок у меня родился, тот, она старшая, девочка моя, ребенок родился очень слабый, с пораженной медной системой. То есть, ребенок перестал думать об лунках, обо всем, начал терять рюклессия, значительно потеряла, но мне есть фотографии, я могу вам показать. Сколько лет девочке? Сейчас 9 лет, девочке. Кажется, помоложе. Ну, она, я говорю, она очень похудела, то есть, у нее частое головные боли началось. Я уже не могла смотреть, то есть, на ребенка, как она мучается. Мы собрались и приехали сюда, а здесь у нас живут дальние родственники. То есть, ну, как на нас говорят, мы беженцы по финансовой, получается, ну, как говорят, что мы по финансам сюда приехали с Украины. Так как у нас не зона АТО, но мы находимся 350 километров от АТО. И также у нас были и теракты, и захват Белого дома, то есть, и с летальными исходами были теракты, понимаете. Вот, мы собрали детей, приехали сюда, но не по финансовой выгоде. Так как, если бы мы хотели, мы бы могли бы уехать вообще в какую-то страну более побогаче. А так, как убежище вам Литва приобретет? Ну, вот мы живем три месяца, а нам пообещали, что будут рассматривать. Ну, просто, понимаете, мы живем тут с разными национальностями. Тут и чеченцы, они вообще невыносимый народ. Вот, они не могут никогда договориться, грузины, очень тяжело с ними вообще, и в общении, и спасибо большое. Нас как бы не обижают здесь, охрана защищает, но вы знаете, что это кавказский народ, он горячий. Вот, постоянно что-то они хотят, что-то хотят рассудить, а мы не привыкли к этому. У нас дети не дерутся. У меня хотя бы три мальчика, три дочери, три сына. Я думаю, я не учу своих детей драться. Ну, тут невозможно, просто. Я не знаю, как кто-то говорит, что можно тут жить. Я три месяца мучаюсь, можно сказать. И как бы меня тут еще удерживает то, что, как бы, обещания. Если дадут, обещания нам, как бы, нам продлят что-либо. Потому что возвращаться некуда нам. На Западной Украине у меня нет родственников, куда ехать, не знаю. Ну, ничего у меня нет. Все родственники остались в Мариуполе у меня. Мама, брат, все оставались в Мариуполе. Просто мы тоже никогда не думали, что у нас будет война или что-то будет. Мы строили по-другому. Мы, как бы, рабочий у нас народ. Я работала 4 на 5, график, тяжелая работа у меня и машинист крана работала. Чтобы заработать, выплатили квартиру. Мы выплатили. Теперь все оставили. Оставили, потому что мы хотим сберечь жизнь наших детей. Как бы, жизнь наших детей нам дороже. Чем это все, ну, все, ну, нажимной. Так что мы здесь пытаемся, как сказать, правильно, это что не знаю. Просто, может, помощи в вашей, как бы, участии. Потому что это такая проблема, она глобальная, она может быть и сегодня-завтра, и у вас, и где хочешь. Поэтому никто не предсказуем. Мы тоже никогда не думали, никогда не помышляли, что у нас Украина мирная. Никогда ничего не было. Началось такое. Преследования по политическим мотивам. И эти преследования тоже не выдаются средствам массовой информации. И средствам массовой информации выдается информация, как будто бы в Чечне идиллия, спокойствие, мир, что как будто бы все за Кадыру, что не является правдой. Ну, там показывают новые постройки, такие крутые, так как этот Грозный отстроили после этой всей войны. Отстроен Грозный, отстроена вся республика, инфраструктура, но экономическая составляющая, нету завода, фабрик, экономики нету. Абсолютно. На экономику никакие средства не были выделены. Средства были выделены только на восстановление, на вот тот фарс, что показывают, что вот все красиво, а экономики нету. И это аккурация, да? Да, экономики нету, абсолютно. Ни один завод не восстановлен. Все заводы лежат в руинах. А те заводы, которые в черте городов, в населенных пунктах, они снесены и там ничего нету. А те на окраинах, вот там такие же вот предприятия, которые есть в моем городе, на окраине, который находится, завод железобетонных изделий. Яс-Шали, город Шали, население около 150 тысяч человек, это районный цель. Вот, чтобы, не знаю, чтобы человека обвинить, там достаточно просто, просто слово, без доказательств, без ничего, без оснований. А потом долго-долго приходится отбеливаться, очищаться. Как вас, как там, в тюрьму забрали, или как, или так приходили, угрожали? Ну, в тюрьму, я бы не сказал бы, в какое-то помещение, не знаю, закрытое помещение, там стол стоял, человек допрашивал, пару человек иногда, стимулировали запрос, можно сказать. Вот, ну, иногда так, как вам сказать, стимуляция разная будет, были случаи, когда и электрошоком, вот, были случаи, когда и пакет на голову натягивали, вот, перекрывали, как сказать, доступ к кислороду. Так что, вот такие вот дела. А так, вы давно уже в этом центре? Год и четыре месяца. Год и четыре месяца. И вы ждете, чтобы вам политическое убежище предоставили? Хотелось бы, очень надеялись, мы на это, очень надеялись, потому что, мне хотелось бы, хотелось бы, чтобы мои дети выросли здоровыми, ну, вот. По крайней мере, не знаю, как минимум, хотя бы, здоровыми. Мы тут с семьей приехали? Да, на шесть человек, я, жена, трое детей. И простарелая мама. Вот, если бы у нас серьезной причины не было бы, я бы тут точно год не протянул. Ага. Как бы сказать, вы все равно чувствуете, что вы тут, как бы, не свой, как бы, временно понимаете, ну, неизвестно, что завтра будет. Так вы это время на нас очень чувствуете? Все равно, ну, все равно, увлекательные чувства есть, понимаете, да, не знаешь, что тебя ждет в будущем. Вот, если бы, вот, отправить домой, то однозначно, наверное, либо он долго протянет. Так, что вы думаете? Так, что вы думаете? Понимаете, и сейчас мы живем здесь, в центре. То есть, девятый месяц мы в Литве находимся, три с половиной месяца мы в Доугай у дальних родственников жили, пока у нас были финансы. Ребенок там пошел в литовскую школу, она училась там, ей нравилось. Ну, при, то есть, финансы у нас закончились, мы должны были сюда переехать. Нам некуда было деваться, а на шее сидеть, извините за выражение, тоже неудобно. А так это, вот, работу найти в Литве, если не имеешь статуса, невозможно, да? Ну, можно, когда мы знаем, что есть такой закон, что я, ну, как, можно по истечению шести месяцев, мы можем найти работодателя, ну, как, работу. Ну, я не знаю, у нас сложилась такая ситуация тяжелая, все нам отказывают, то есть, мы уже и на суд подавали. Так как отказывают, отказы, отказы, постоянные отказы, мы уже просто устали. Мы нормальные, законопослушные граждане. Мы приехали сюда не за какой-то финансовой выгоди. Мы вывезли своих детей, чтобы они не видели. У меня ребенок в интернет заходит и смотрит, мам, смотри, а вот в Донецке ребенка маленького убили с мамочкой, и она вся вот так вот. То есть, мы приехали сюда увезти от этого ужаса своих деток. И просто жить спокойно, чтобы дети учились, и мы работали. Больше мы ничего не хотели. А так вы одна с детьми или с мужем? Нет, я с мужем, муж уехал сейчас в Вильнюс, его здесь нет. Так он работает в Вильнюсе или нет? Нет, он не работает, он поехал по своим личным делам. Они захватывают людей, которые не согласны с их режимом, увозят, и у них есть тайные тюрьмы, где они пытают током и другими разными средствами, что было сделано со мной. Меня пытали два дня, рядом было село Автурой, там держали, там меня пытали, и только по воле Бога я вышел оттуда. А как вам удалось? Ну, я держался два дня, я сказал, что я ничего не знаю, что у них не было против меня доказательств, только поэтому они пытали меня током. А эти пытки очень жестокие? Ну, очень, да, конечно, жестокие. Что они там такое делают? Они в основном пытают током, потом есть противогазы закрытые, к которым нет доступа. Они надевают противогазы, надевают пакеты и бьют тубинками, палками, бьют двухлитровой бутылкой водой, в которой вода бьют сзади, в затылок бьют вода. Так вы уже получили убежище? Нет, нет, пока что я не получил убежище. Ожидает? Да, я сейчас работаю над этим. У меня также было интервью. А как вы думаете, этот режим Путина надолго? Ну, был коммунистический режим очень сильный, который был на половине планеты Земля, который тоже рухнул. Да, рано или поздно. Но я сейчас думаю, осталось мало времени. Ну, буквально, самое большее, это два-три года, самое большее. Для этой власти? Чтобы рухнул режим Путина, после этого рухнет режим Кадырова сразу же. Так я как понимаю, без Путина Кадыров реально волокними. Нет, это его марионетка, которую он использует в своих политических целях. Сейчас чеченцы, целенаправленные Кадыровом, воюют на территории Украины, так называемых республиков, которые независимы типа бы Донецкая народная республика, Луганская народная республика. А там много их воюют на стороне ЛНР, ДНР. Да, да, в общем, там как минимум где-то около 2 тысячи, как минимум, да. Чеченских бойцов Кадырова. Бойцов Кадырова, да, именно бойцов Кадырова. Вот сказали, где-то день мама говорит, что будет блокаду ждут и хотят котёк сделать в Мариупольске. Это украинские или русские хотят? Ну, говорят, что русские, вот мы не знаем ничего, потому что мы не видели как бы россиян, чисто россиян, мы не видели им это, потому что все они во форму одеты и не поймешь кто там. Но стреляли с российской стороны, а там кто что там стрелял с той стороны, с Тахатровской. Какие-то военные без опознавательных знаков какие-то? Они все, но непонятно, они украинцы, просто что бывает украинцы ошибка у них, тут жёлтые повязочки вешают бывает. Но это не всегда оно так, бывает они без повязок. Ну, со стороны России стреляли. И вот некоторые мне вопросы задавали, почему вы не уехали там в Россию, многие ехали. А зачем ехать, если она стреляет, понимаете? Зачем мы им давно жили? У меня просто слов нету, я не понял. Так вы всё потеряли, что там за всю жизнь? Да, мы всё жили, мы всё потеряли. Мы пятнадцать лет платили за квартиру, пятнадцать лет я платила за квартиру, но она не работала. Четыре-пятую, на тяжёлой работе, и мужчины не выдерживать. Какая у вас работа была? Машинист крана, металлургия. У нас на заводе я работала, металл мы катали, прокат, на прокатном стане. Квартира осталась или её разбомбили? Под квартирой торчит снаряд огромный, он просто не разорвался. Ну, где то, что сейчас если блокаду возьмут, у нас получается дом как раз окраина восточный, где наши бомбили первый раз. Это, получается, край на город. Это край города восточный. И просто, что нас могут опять, где гарантия, что он второй раз не разорвётся. Где он не залетит просто. Это не то, что это правда, которая горькая, но она правда. Что мы не знаем, где себя сейчас найти, тем более с детьми. Знаете, если бы мы вдвоём, можно было как-то где-то пристроиться. Мы когда с детьми бегаешь хаотично. Когда я видела своими глазами, как люди висели на деревьях, буквально как пульки целопадовые. Руки-ноги висели. Это я видела, это такой ужас был, что я даже не могла кушать. Я не могла кушать, мне было жалко, потому что... Ну, новая подружка сгорела заживо. Она работала в ларьке без сна. На восточном как раз там. И у неё была... Когда приёмное было попадание, пластик начал плавиться. Она работала в ларьке, такой пластиком. И она заживо сгорела. У неё двое дедов. А вы говорите, что с чеченцами и другими национальностями трудно жить? Очень трудно. Вы знаете, если можно договориться... У них, во-первых, детей учат с детства. Мальчиков особенно. Драться. А вот так вот выпускают и говорят, так вот идут русские, это украинцы. Начинают им бить. И начинают бежать и наших всех лупить. А как мы с ними говорили, так они говорили, что они так хотят в Европу? Не знаю, какую Европу они хотят. Но я... Моему смотрению, как они говорят, христианский мир должен быть уничтожен. Они там говорят. Вот эти вы говорили? Да, она сама лично говорит, что мы тут мусульмане. У нас мусульманская вера. А вот в камеру такого не говори. Может, не каждый как говорил? Нет. Вот это напрямую говорила женщина. Просто она не стала говорить, она нам говорила. Понимаете? Это она нам говорит постоянно. Я говорю, почему вы дерётесь? Почему у нас так нету? У нас так не учат. У нас какие-то ценности дошли. У нас никакие какие-то ценности. У них ценности. А у нас... Она говорит, мы никуда. Она говорит, а нас... Они не считают нас как бы за людей. Чеченцы не считают нас за людей. Хотя, вообще, украинцы... Украина, хотя бы одинаковый статус у нас здесь. Они приехали тут, например. У них нет войны, ничего нет. И они тут сидят. А у нас война. Мы бежим от войны. Действительно, нам надо покой. Я вам скажу единственное. Мы приехали сюда как бы успокоиться. Немножко отдохнуть. От выстрелов, от всего. От тишины. Потому что эта стрельба длилась у нас... 24 января нас обстреляли. А перед этим с июня месяца у нас шли бои рядом. За 100 километров шли бои. У нас мы слышали, дети мои ходили в школу. У них последняя эвакуация была. Потому что со дня на день ждали. И мы, честно говоря, уже до января месяца мы жили на пороховой бочке. У меня был подвал. Я в подвал снесла воду. Все снесла. И мы там как бы выживали. Знаете, как только стреляют сильно, мы прятались в подвале и сидели в подвале с детьми. Да. В школе у нас в школе эвакуация была. Тоже детей забирали. И тоже в подвале в школе сидели. Потому что у нас мы жили как на пороховой бочке. И когда нас разбомили, у меня просто нервы сдали. Я поняла, что они были там последием. Конечно, смущает колючая проволока. Мы к такому не привыкли немножко. Ну, вы свободно можете до Вильнюса поехать или в другой город Литвы? Нет вам ограничений? Ну, можем, но ограничения только финансов. Так как в месяц платят 10 евро. Вот говорил в чечене, что 10 евро. Да. Так это очень такие деньги. Некоторые люди столько на обед тратят. Ну, вот нам не хватает абсолютно. И так как кормят деток тоже немножко дисбаланс происходит. Утром яйца с консервой. Вечером тоже могут быть яйца с консервой. Если бы немножко почаще кашки по утрам давали. Так как детки в школу ходят. Ну, вот так вот. Рацион как-то немножко выровняет. В принципе, можно кушать пищу. Ну, на 10 евро вы сами понимаете. Ну, да, да. Здесь невозможно прожить. Так 35 лет. Вот что это такое? Вот мы ездим сейчас на, получается, на обследование постоянно с ребенком. Уже сделали энцефалограмму головы. Вот сейчас МРТ головы мы сделали. Вот завтра нужно будет еще нам ехать в Вильнюс. За что? Мы сейчас думаем. Мы не знаем. Или у кого-то одалживать. И то я не знаю как это будет. Ну, вообще. И особо... А так это литовские власти не верят, что вы беженцы войны, а только что вы экономические? Ну, получается так, если нам отказывают. Просто наши адвокаты, как можно сказать, не углублялись в наши имена. Дело или вот как. У нас, у мужа, перед судом буквально за сутки поменяли адвоката. Как бы мы с одним адвокатом все подготавливали всю информацию. Наговаривали. Ну да, нам получается. И потом нам вечером уже пришло по электронной почте, что у вас будет другой адвокат. А так этот адвокат, который государство предоставляет вам, это вы не платите за него? Нет, мы не платили за него, конечно. То есть мы подготавливали с одним адвокатом всю информацию, все документы, все, ну, все, что происходило, да. И получается сразу другой адвокат. И когда муж попросил, на следующий день, когда у него суд попросил, говорит, с адвокатом встретиться, поговорить, чтобы он ознакомился хотя бы с нашей ситуацией, которая у нас сложилась здесь. Так это все так формально, да? Ну, так вот и было. И получается, мы не знаем, у кого нам просить помощи. Понимаете? У нас двое деток, она, и старшая дочка, очень тяжело перенесла тоже эту дорогу. Она встала, как ты девочка сказала, по дороге. Ребенок слабый, чувствительный. Я не знаю, как нам быть и что нам делать. Очень тяжело. И куда нам обращаться? А так как вот не было этого, ну, войны между Россией и Украиной, вы там нормально жили? Конечно. Мы жили в достатке. Очень хорошо. Каждое лето мы с детками ездили, с ребенком ездили на море. Да, Диана? Да. Каждое лето на море, то есть по выходным куда мы ходили? По каникулах. На каникулах на море ездили, с детками гулять постоянно ездили, то есть на аттракционы всякие. Ну, хорошо было. Я не могу сказать, что мы плохо жили. Ну, обутые, одетые были. Все было хорошо, прекрасно. Вот когда Майдан начался, это... Да, все началось с Киева, когда начался Майдан. А потом уже... Все же думали, что будет лучше, хорошо. Вот я смотрел там телевидение, когда даже войны не было, то что мы будем, как в Германии, получать две тысячи евро. Какие надежды были у людей, если мы пойдем в Европу и как? Ну, я не знаю, как там говорили. Ну, просто началась война, много людей умерли. Сотни погибали. Это все на камеру показывали. Все это страшно. Ну, вроде как успокоилось. И потом резко все началось в Донецке. И на данное время ухудшается, не улучшается. Так вот теперь вот говорят, что снова Россия подтягивает свои войска. Вчера я связывалась, так получилось, слава Богу. Я связывалась с мамой. Мы с ней разговаривали. И то связь прерывалась очень часто. То есть мы по несколько раз... На мобильник звонили? Да, да. Ну, на скальпе. На скальпе? На видеосвязь, да. На видеосвязь, да. Часто прерывалась связь. Но мама говорит сейчас, то есть российские войска все больше и больше и больше и больше. Говорит, я не знаю, что будет. На железнодорожных мостах тоже охрану ставят, потому что неизвестно как и что. Часто на работу приходят телеграммы о том, что будьте осторожны, будьте бдительны. На территорию никого не пускают. То есть вот такая вот ситуация. Люди все в паническом страхе живут. И если не сегодня начнется, может завтра. Потому что каждый день улучшается. Каждый день такое ожидание чего-то плохого, да? Каждый день улучшается. Видео у тебя пересматривал весь стадион. Да, да, да. Который направляли. 20 тысяч было. Ну, подтвержденная информация, что 2 тысячи, в любом случае 2 тысячи. На Украине? Да, 2 тысячи, как минимум. А так они как за идею воюют или за деньги? Они воюют за деньги, воюют по приказу Кадырова. Это наемники, которые не могут без войны. Так устроены люди, для которых война и есть жизнь. Есть такие люди, которые не могут без войны. Они воюют за деньги, они получат деньги, они получат потом звания, привилегии, когда вернутся. Но те, которые вернутся живые, конечно. Они поехали, чтобы грабить, воевать и грабить. Чем они там не занимаются? А так реальная оппозиция? Реальной оппозиции сейчас Кадырову нету. Нету. Есть только в Европе, есть Ахмед Закаев, который находится в Англии. А дома в Чечне оппозиции нету, потому что ей просто не дают быть. Потому что она исследуется очень жестко. Жестко пресекаются все методы введения сопротивления политического, военного. Тем более все пресекается очень быстро и жестко в Кадырове. А как вы думаете, если вы останетесь здесь, в Европе, вы будете в дальнейшем бороться против режима? Я буду бороться политическими методами. Потому что я уже думаю, что хватит бороться уже военно. Потому что политика она намного сильнее, чем военный инструмент. И я буду бороться политически. Войду в какую-нибудь организацию, сильную организацию, которая против Путина и Кадырова. И буду дальше политически с ними воевать. А так как вам здесь условия? Условия нормальные, условия хорошие. Вы сами видите, у нас все чисто. Это наша столовая, кухня. Условия хорошие, нормальные условия. Нет жалоб никаких. К нам относятся очень хорошо. И все нормально. Я убежал оттуда. А семья осталась? Да, у меня есть сын, есть жена. Но мне пришлось очень быстро оттуда уходить. Я не смог их с собой взять. И поэтому они пока что еще там, в Чечне, в дом. Пока у меня неопределенность насчет моего статуса. Им опасность не угрожает. Потому что женщин и детей они не трогают. Как они лучше, чем Путин. Ну да, наверное. Ну да. Ну да. Ну Путин, хозяин Путин. Катыру Грамзан, это Мария Летко Путитин. Узурбатор Путин, тиран. Ну можно сказать, что император, он сейчас прибрал Крым. Хочет отделить от Украины две области, которые принадлежат Украине. А насчет так называемых гнилых режимов, про которых говорят вот у вас и везде, это неправда. Потому что истинные ценности, демократия, это есть Америка, есть Евросоюз, которые знают, что такое закон, уважают права человека и борются с этим. А нарушают права человека, это вот путинский режим, кадыровский режим. Путин вмешался в ту нелегкую ситуацию на Украине, из-за чего там началась война. Виновником того, что там сейчас гибнут люди, мирные люди, женщины, мирные, старики, по основам является Путин. Потому что он снабдил этих так называемых ополченцев оружием и людьми. Также и чеченцами, которые поехали туда воевать против Киева, против Порошенко, который официально, демократически был выбран украинским народом. И мы искали спасение. А тут получается, знаете, как нас поселили, а мы сидим тут и Украина, и мы мучаемся от чеченцев. Мы мучаемся, мы не можем сказать. Понимаете, нас ударили там ребёнка, мы как-то стараемся мирно как-то решить это. А они сразу к войне. Они пишут о нас, декларации какие-то заправляют, жалуются. И я вот не могу понять, где-то, знаете, нам помощь. Ниоткуда. Придёт охранник, там скажет, ну нельзя, нельзя и всё. А они, понимаете, безнаказанно то, что хотят, то и делают. У нас идут поэтажно, у нас идут чеченцы и украинцы все вместе. Я уже говорила начальнику, может быть так сделать, чтоб один этаж хотя бы украинцы, потому что было бы легче. Потому что, ну все, все украинцы, если бы я даже спросила любого нашего, что у нас уже устали бы. Мы очень устали. Грузия та же самая. У нас Грузия там были у нас грузины на Украине, но таких грузин, как здесь, нет. Тут какие-то Грузии, какие-то с горки там спустились. Грузия какая-то, я не знаю. Они не понимают тихо слово, они не понимают ничего, они понимают эти клики. Мы на двух ночи не можем детей уложить, мне детям в школу, а мы на двух ночи стоим на коридоре успокаиваем. Завел охрану через каждое там время. Через час уложили вроде, они опять выбежали, дети их не бегают. Они как бы с детками, я понимаю их, но я считаю, воспитание должно быть, какой-то страх должен быть. У них ничего нет просто. А мы мучаемся, просто мучаемся. Нам как бы обещали. Да, нам говорят, что ждутся дня на день как бы нашего рассмотрения. Нам продлили из-за того, что как бы, ну они говорят, недостаточно факта, будем факты собирать. Еще по Мариуполе там все такое. Я понимаю. Но конечно бы очень хотелось поскорее, потому что если вот так вот затянется, конечно, 6 месяцев тут не выдержим просто. Тут реально психологически, понимаете, на нас давят психологически. Там нас бомбили, тут психологически на нас давят. Именно соседи наши. И это очень хороший, я вам скажу, очень хороший, тут как бы, персонал очень внимательный, чуткий. Позовешь, сразу придут, помогут. Ничего не могу сказать. Всегда выходят на встречу, утихомиривают их. Ну тоже люди приходят и как бы тоже нервотревка, бегают туда-сюда. И как бы я, что вам сказать. Просто надо было послушать вам еще многих украинцев. Они вам много рассказали. Именно. Просто мы были в каритасе сейчас и на литовском языке. И учим литовский язык. И мы очень на литовский ходили. И почему украинцев там одна тукализа была, потому что у нее маленький ребенок. А так наши все украинцы на литовском. А тут много сколько тут? У нас получается 5 семей. 5 семей. 5 семей. Сейчас сыночек, сейчас сыночек. Сыночек старший. Уже большой сын? Да. 16 лет у меня. Сыну старше. Младшему 3 годика. Тоже учить литовский? Да. Хорошо уже у меня. Школа, конечно, очень в школе. Дети быстрее берут, чем мы. А в какую школу они ходят? Он ходит в русскую. А тут есть русская школа? Русская школа. Мне очень нравится. Он и учителя хороший. Он у меня и в школе как бы. Он учился у нас в технику. Получал повышенную стипендию. Как бы вы нормально жили, знаете, как строили планы, что ребенок будет дальше учиться. Ну так, конечно. А теперь пришлось сюда в школу сдавать. Потому что тут, чтобы нам поступить, нам нужен позитив. Чтобы куда-то поступать или что-то думать ради детей, понимаете. Мы сюда приехали, честно говоря, ради детей. Не ради себя. Ради себя можно было, я говорю, где-то найти место себе. Вот такое интересное в России произошло, что как бы возродился коммунистический режим, но он тоже православный какой-то союз имеет православную церковь. Какой-то такой концептуальный урод, мне кажется. И коммунизм, и это православие, несовместимые вещи, да. Несовместимые вещи соединились между собой. Ну коммунисты были настоящими оппозиционерами в эпоху Ельцина. А сейчас коммунисты, это те, которые пляшут под дудку Путина, они сейчас не являются оппозиционерами. Факт тому, что если бы они были таковыми, то были бы митинги против Путина. Они эти митинги не устраивают. А что касается православной церкви, то она сейчас заняла позицию Путина, а церковь, она должна занимать свою отдельную независимую позицию, которую, к сожалению, она не занимает. Сейчас все подчинено Путину. Очень много таких моментов, которые, если кто-то идет против Путина, то его просто физически убивают. Имеется в виду Немцов, который также был убит при помощи чеченов, при помощи Кадырова. Ну да, там у стен Кремля, да. Да, да. А вы по религиозным мусульманин или? Я мусульманин. Есть хадис пророка Мухаммада, что в исламе есть 73 направления. И только одна умма, вот направление, одна умма войдет в рай, это умма пророка, его умма пророка Мухаммада, это являются сунниты, которые проповедуют чистый ислам, не воинственные. А воинственные направления – это ваххабиты, салафиты, радикальные воинственные группировки, которые переделывают для своей политической, военной цели ислам и идут против Запада вот так вот. А сам по себе ислам в переводе означает покорность. Ислам – это очень мирная религия. У нас, к сожалению, так же, как и у других религий, так же, как в христианстве, есть разные направления – православные, католики, баптисты, очень много у вас, очень много сект имеется. В Америке очень много протестантских сект. Да, протестанты, да, очень много сект. Все-таки здравый смысл у мусульман, суннитов будет преобладать, что мы будем сотрудничать с демократическими силами Америки и Евросоюза, что эти радикальные течения все-таки будут побеждены, потому что они в первую очередь наносят вред нам, настоящим мусульманам. Ну да, надеюсь, что Бог – это любовь, наверное. Да, конечно, да, Бог – это мир. Днепропетровская область, она граничит там рядом 350 километров, это очень окапывается, то есть люди на стрёме, люди живут в страхе, понимаете. То есть у меня уже дошло до того, что я уже боялась по квартире ходить. Где-то гром, где-то звук, ребенок с комнаты своей бежит к нам, мамочка, все уже, да, мамочка, уже все начнется, понимаете, вот такая вот была ситуация. Ну вот, то, что я могу сказать. Здесь детки поспокойней, им здесь спокойно, хорошо, то есть ребенок немножко адаптировался, но сильно много в весе потерял. Сейчас мы проходим обследование, так как вы понимаете, поражение… – Конечно, конечно, то есть мы в одной… – Это все происшествия, если говорите, что он такой… – Она такая чувствительная… – Чувствительная очень, да, да. То есть из-за этого всех стрессов ребенок начал вот так себя вести, абсолютно изменился. То есть можно я вам фотографии покажу? – Можно, можно. – Не хорошо учился, смотрите, вот она. То есть ровные глазки здесь, все хорошо. А вот здесь вот буквально неделю, на той неделе она принесла фотографию. Вот она в полосатой кофточке, вы узнаете ребенка? – Где она? – Вот в полосатой кофточке, вот она. – А, вот это. – Смотрите. – То есть ребенок измени… – Что-то с глазами. – И глаза, да, у нее… – Совсем другие. – И видите, как она усохла, прям ребенок. – Угу. – Ну, не смотря… – Видим, видим, видим. – Но, несмотря на это, ребенок учится, продолжает учить литовский язык. Она уже может у нас разговаривать, старается. Мы тоже учим литовский язык. Как бы хочется здесь остаться, но как будет, я не знаю. Очень тяжело. И возвращаться на Украину нам очень страшно, потому что ребенок один стресс, второй перенес. Я не могу ребенка постоянно со школы в школу. Вы понимаете, что… Вы понимаете, что… – А так вы здесь четвером живете? – В четвером, да, да. – Муж, вы двое детей? – Муж, я и двое деток, да. – Так если… Как раз дать вам литов? Дает… 40 литов? – Евро. – Евро. – 40 евро, да. Но их не хватает. – Так это мало очень. – Часто мы… Часто ездим в больницы, это так. – А это обследование бесплатное или надо тоже платить? – Получается, выделяет Красный Крест нам обследование. Это слава Богу. – А нет каких-то общественных движений, чтобы вас поддержали здесь, в Литве? – Ну, у нас такое сложилось впечатление, что если мы не из Луганской области, не из Донецкой области, мы тут… – Тогда… – Получается, никто не хочет нам помочь, да. – Только это, где прямо эта война, идет только эта область, какие-то права имеют люди из этой области, да? – Да, вот только те люди имеют права, которые живут в Луганске и в Донецке. Все, мы, получается, финансовые беженцы. Но… Это… Я не знаю, как… Просто увозили своих деток, чтобы они не видели. Мы не хотели с мужем сидеть, ждать, пока месь у меня ребенок сляжет, или я не знаю, что дальше будет, потому что… Вы видите, ребенок болеет, очень все воспринимает близко. Здесь немножко она адаптируется. А ждать, пока месь у нас во дворе озорвется, снаряд я тоже не могу. И на Украине сейчас продают оружие, то есть незаконно все это… Ну, как вам сказать… Оружие и… Так это… Ополученцам россияне продают, а теперь говорят, что украинцы получили какое-то… Ну… В интернете можно прочитать, все пишут… Ну, как бы… Почему не пишут про Кривой Рог, что там были вот теракты, что был летальный исход, что там дом захватывали в интернете… А вы из какого города вы? Мы из города Кривого Рога. Кривой Рог? Да, из Кривого Рога. Ну, не знаю… Это Днепропетровская область. Говорят, что там уже в Украине около 7 тысяч погибло с российской стороны, с украинской или побольше? Ну, погибают и погибают с Кривого Рога, очень много ребят погибают. Вот… Наблюдаем сейчас через интернет… Молодые парни… А вы здесь интернет имеете? Ну… Имеем… Имеем, когда имеем, когда не имеем… То есть… Как получается? Ну, здесь дают… Дают этот… Нет, здесь не дают… Или свой нужно имя? Ну, когда приехали сюда для того, чтобы поддерживать связь какую-то с родственниками, то пришлось нам в чем-то отказать себе и купить карточку вот эту вот… На телефон… А… Телефон… Так это ограниченная связь такая… Ну… Это гигабайты считается… Чуть-чуть мы посидели, сразу выключаем… Выходим… Ну… Если Ютуб смотря так быстро… Кончается… Ну… В Ютуб нам мы не смотрим… Получается там… Просто заходим… Ну… Не Ютуб, а там… Другая есть… Ссылка такая… Ну, это муж знает… Посмотрели, что делается на Украине и выходим… Потому что переживаем… Там остались родители… Они тоже в Кривом Роге остались… Они в Кривом Роге, да… Остались… И как вы надеетесь, что быстро кончится этот кошмар на Украине? Ну, так как мы уже здесь очень долгое время… Навряд ли там быстро кончится… И сейчас подтягивается войска… Очень много… Очень большое скопление войск… Ну, там и маневры… Теперь он… Считал, делают российские войска… В границе Украины… Большие маневры… Ну… 200 истребителей… Там… 12 тысяч военных… А так вам отказали от убежища? Ну, да… Сейчас нам отказали от убежища… Мы подали на апелляционный суд… Так как очень боимся возвращаться на Украину… И… Как ребенок перенесет в этот раз… Я не знаю… С таким диагнозом… Посмотрим, что еще нам… А какой диагноз поставили… Ну, она… Здесь еще пока не поставили… Сейчас мы обходим обследование… То есть энцефалограмму нам сделали… Вот… Сейчас МРТ нам… Завтра будет ответ… Угу… По поводу головы… Угу… А в Украине… То есть… Она родилась… Центрально… Нервной… С поражением… Центральной нервной системы… То есть… Ребенок родился… В 8 месяцев беременности… Ребенок родился… Очень маленький… Кило 800 грамм… Вот… То есть… Ну… Если ее обследовать… Визуально… Вы тоже видите… В каком состоянии… Ребенок… Так же литовцы… Этих лечат… Украинских бойцов… Так… Вроде поддерживают вас… Ну… Поддерживают… Ну… Как-то вот… Нам постоянно отказывают… Так как может… Я понимаю… Закон… Ну… Ждать пока… В Украине… Начнется… Именно в нашем городе… Уже конкретные… Боевые действия… Когда уже не будут… Никого… Выпускать оттуда… И смотреть… Как гибнут люди… Я не хотела… Чтоб… Ребенок мой это все видел… Это все… Ну просто… Семьи у меня не было… Вот… Я как бы… Когда за себя отвечал… Не сильно… Не сильно… Это самое… Это глухонимая мама моя… А там можно снимать… Конечно… Заходите… Вот так вот… Алиса… Как Алиса… Папа… А жена… Нам… В соседней комнате… Там… У вас две комнаты… Ну да… Руководство лагеря… Вроде пошло на встречи… Просто матери… Сложно бывает… Круглые сутки… С детьми… Вот… Для нее отдельно… А так как мать… Чтобы одна… Ну… Не чувствовала себя… Как бы… Не уютно… Я с ней… В основном… Проживаю… Она у меня глухонимая… Вот… Еще… С рождения… Можно сказать… Вот… Еще… Про выселение Сталина… Пострадала… Я был год… Ну… Почти год короче… Когда выселяли в 44-м… Вот… Я на 43-го года… Почти как моя мама… Да… Так что… В основном… Она… Сильнее как бы… Скучает… Понимаете… Не родственников… Не знакомых… Что надо теперь говорить? А… Папа… Ну… Говоришь, что я типа Максим… А… 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 А вы только… Один сын… Да… 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 Так это… Для столько людей… Мало места… Или… Мама… Две комнаты… Да… Да… Мама… 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 Будущую жизнь… Я представляю здоровым… Или я надеюсь… Думаете… Что эта власть в этой Чечне изменится… В лучшем… Я очень надеюсь… Что изменится… Потому что все равно… Родина есть Родина… Вот… Всю жизнь… Я например… Не хотел бы допустим… На чужбине… Хоть какая бы это ни была… Но все равно… Это чужая Родина… Вот… Хотел бы конечно… И… Называть… Литву тоже… Своей Родиной… Своей страной… Но все равно… Как бы… Душа тянет… Все равно домой… Вот… Ну не знаю… Пока… Пока… Министерство миграции… Нам отказывает… Что-то… Не знаю… Что-то… Что-то… Сколько вам можно… Этих… Просьбы делать… Ну… Еще одна… Просьба… И… Если… Не дадут… Так… Все… Домой уже… Куда еще… Почему они не дают… Что говорят… А какая основа… Что… Понимаете… У меня… У меня… Как бы… Документальных показательств нету… Нет… Никто снимок не делал… Когда меня допрашивали… Или когда током били… Или еще когда-нибудь… Вот… А… Чисто словом… Я так понял… Доверия особо мало… Вот… Им не важно… Я тут полтора года почти нахожусь… Что… Все равно… Понимаете… Ну… Лагерь есть лагерь… Тут постоянно какие-то склоки… Постоянно… Скандалы… И так далее… Вот… Потому что… Многие семьи тут не выдерживают… Уехали… Вот… Я… Если было бы место куда поехать… Я бы давно приехал… Понимаете… Вот… Ну… Нет возможности… Пока… Ну… Так что… Не знаю… В другую страну тоже покидать не хочешь… Потому что все равно нас вернут сюда по Дублину… Вот… Ну это… Ну это… Папа… Был… Не за меня… Папа… 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 А… А ты… 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 Был… А ты… Устала, говорит. Устала от этого, вид, тоже. Трудно с детьми, с старой матерью. Она не привыкла вот так. Мы жили рядом, много соседей, родственников. Все время в гости, всегда общение. Не хватает общения, чувствует себя одиноко. Выйти тоже не может никуда. Куда-то выйти, под воду речи прогуляться. Зайти. Каждый день. Сколько этому ребенку? Я сам сбился. Это пять или шесть месяцев. Ну, Литовка. Уже гражданство имеет Литовство? Нет, нет, нет. Просто до того, что она здесь родилась, я просто называю Литовку. Ну, вот если в Англии родился ребенок, он автоматически получает это гражданство. А здесь не дают, да? Тут пока вроде не было. С детьми какой-то... Что вы делали? У меня два высших образования. Университет закончил, институт закончил. У меня много профилей разных. Строительных, техникум заканчивал. Я нефтяник. Вот, в принципе, там, хоть и с трудом, но можно прожить. Разговора нет. Даже находясь здесь, мы намного больше потратились, чем, допустим, я не знаю, там, даже, ну, государство Литвы нам выделило, можно сказать. Вы знаете, наверное, в месяц по 10 евро только платили. Сколько? На человека 10 евро в месяц. 10 евро? Да. Так вот снимал. Ну, так это, так заведено тут, я не знаю. А сами, как минимум, где-то, не знаю, 300-400 евро мы по любому тратим на еду для детей. Там, что-то хочется им тоже купить, понимаете. Вот, а в столовой одно и то же каждый день есть. Ну, там тоже разнообразно, но все равно уже приедается. Хочется самому приготовить свое домашнее. Вот, так что, в принципе, не знаю, миграция нам заявила, что мы из-за финансовых вопросов, трудностей, короче, приехали, покинули. Но если бы такие несерьезные причины были, мы бы уже давно уехали. Потому что, как говорю, нам бы больше потратились. И, в принципе, мне от Литвы как бы финансовых никаких поддержек ничего не нужно. Просто лишь бы дали документы, я бы сам нашел бы и работу нашел бы, и проживание. Вот, и позаботился бы о своих детей. Насчет детей, я не знаю. Дети тоже поймают, вот, один коридор. Зимой не выйти ничего, туда-сюда бегают. Детями растут, понимаете. Им же тоже надо развиваться физически, где-то энергию свою выделять. Так что психика тоже надрывается. Кроме коридора, если ничего не видят, или выйдет на улицу одна колючая проволока, вы видели наверняка, все равно, не знаю, что из них вырастить. А так, ни детского сада, ни школы. Уже хотелось бы, чтобы хоть чуть-чуть начали развиваться. Ну вот, а как это, ну, учебы не идут? Нету здесь ни школы, нет. Еще им рядом, пять лет только старшему. Вот, а насчет садика нам сказали, там, короче, еще в литр, когда было 200 литр, короче, за человека, за ребенка. Или найдите спонсора. Спонсора где найдешь? Тут никого не знаю, можно сказать. Вот только своими деньгами. А так, если только-только, ну, стараемся только на деньги, ну, на еду тратиться. Вот это слишком, слишком большая роскошь для нас. Детский сад, классно. Вот. Так что, сказали, или ждите документы, или 200 литр в месяц платите. Так же, мол, Боже, все равно, а в садике все равно хоть какое-то, но их обучение проводят, им что-то, общение с детьми, учатся между детьми. У нас одно-единственное помещение, телевизионный зал. Ну, там весь внизу библиотека, ну, соцработника, ну, там, кто-то понимает, там не сильно большая библиотека. Один стенд тут, и все, что там. Она вечно занята, и ее там детей туда, ну, даже когда идут туда дети играться, вот ее как бы тоже, ну, иногда отвлекает. Вот иногда бывает, приходит психолог детский, он с ними играется, занимается там, ну, бух и там, и так далее, рисовать там. Ну, это все равно, там, полчаса в день, там, два-три дня в неделю, это несерьезно все равно. Ребенок в детском садике целый день, с утра до вечера занят, вот, развивается физически, морально, психически. Вот, вот наша литовка. Лиса, лиса. Как, что же? Халиса? Да, да, да. Как, Алиса, так? Халис. Халис. Маму Лизу зовут, Лиседов. Ее Халиседов. Халиседов. Лиса. Лиседов. Лиседов. Как это? Как спасибо вам. Если хотите что-то, я так скажу. Ну, я не знаю просто, что добавить, в принципе. Ну, как спасибо тогда очень. Особо нечего. Тут, да, да. Тут есть балтийское общество, чеченская диаспора, не знаю точно, как произнести, вот они приезжают иногда, вот, здесь с ними работает еще и Сейма человек, а сейчас имя не помню. Тоже очень иногда финансово помогают, вот, чем могут, короче, так и помогают. Каритас дает очень молодцы, очень помогают. Одежку, потому что мы вообще приехали зимой, можете представить, у нас нет летней одежды вообще. И получается, что Каритас очень молодцы, они привезли там и футболки детям, и одеться, и обувь какую подбирают, молодцы. Конечно, работают в этой... Я не скажу, что литовцы... У нас очень мне понравилось, как бы, лицо Литвы, я увидела на границе. Вы знаете, нас так встретили, как будто бы им родные. Литва как бы поддерживает и очень переживает за то, что... Смерти, смерти, которая висет... Я видела, как автобусы горели. Просто у нас там автобус сгорел. Наташа, мы видим, на Наташей. И люди просто даже разгорали. Не только ничего. Потому что арабул всё речит полностью. Так он как Катюша этот грязь, да? Я не знаю просто как, но такой свист у него, и такое чувство, как будто... Реактивные снаряды, да? Такой как гул, как самолёт или какой. И начинают какие-то мелкие осколки, как будто вот с ружья стреляют рядом. Вот такой вот. И вот у нас мальчика убили рядом, и он был весь в этих осколках. Просто вся спина была снята. Я была просто... Я ж говорю, я такое повидела, что я не знаю, как теперь забуду это. Когда-то бабушка мне обрела, ты не видела войны. А теперь я вижу. Она просто необъявлённая война. Она нас убивает и всё, и детей наших убивает. Много очень детей погибло тогда. Если бы, конечно, получается, за моим домом сразу ссать. Мой ребёнок, если бы это была пятница... У меня ребёнка просто... Я похоронила просто ребенка. Потому что попал снаряд внутренний, и все стёкла выбило. И ссадик полностью внутри, и всё засыпало стёклами. Да, это мой ребёнок. Ну, получается, он в дом, и вот ссадик прям сразу напротив, за моим домом ссадик. Притыккали. И школа большая стала. Школа защитила всю семью. А если бы это была пятница, то больше жертв было. Знаете, с одной стороны, думаешь, суббота... И зато много до рыбки. У нас в стеклистке рыбок самый большой, в Нариуполе самый большой львобережник, как бы нашего левого берега. Как бы у нас был большой самый рыбок, и людей было очень много тоже погибло. Очень много. Там жертв было. Далеко не столько даже, сколько говорят. Никто не может почитать столько. Я говорю, я видела столько людей, просто... Мне просто странно казалось, что я попала в какую-то войну. Просто война идёт где-то давно. И мы вышли на улицу. Вот дым, ничего не видно, и потом вот он рассеивается. И ты видишь такие ужасы, что потом не можешь забыть. Людей разорванных, тела, нет спины, нет головы, ничего нет. Люди лежали, как говядина, собаки растаскивали. Представляете, я просто была. У меня было нет слов. Это даже не пересказать или не рассказать. Я как бы очевидец. Не то, что там хочу рассказать или как-то что-то рассказать, знаете, в мою сторону. Если бы у нас было всё хорошо, я бы никогда не приехала, знаете, в Литву. Потому что у нас Украина тоже, как бы... Мы жили там, у нас было жильё, у нас всё было. Ещё ехать куда-то, сидеть, у меня учились. Можно было поступать. Ну так получилось, что нас, видите, повело сюда. Потому что мы искали защиты где-то. Где-то, чтобы пристанище искали. И как бы... И мы как бы хотим, чтобы нас туда защитили. Мы будем надеяться, что вам повезёт. Спасибо вам большое. Спасибо.